Темляк В русской армии темляк иногда являлся и знаком отличия. Темляк с георгиевской лентой, темляк с лентой Ордена Святой Анны. Буква Э – 31-я буква современного русского алфавита, так называемая Э-оборотная. По начертанию буква Э восходит к глаголической букве «Есть», которая выглядит так и обозначает неетированный звук. В кириллице знак Э используется как минимум с XIV века. Э встречается и в московском издании грамматики Смотрицкого 1648 года. Официально в алфавит буква Э была включена в 1708 году при создании гражданского шрифта, унаследовав позицию между «Ять» и «Есть». Оксюморон или оксиморон. В переводе с греческого обозначает «остроумно глупое». Оксюморон – стилистический прием сочетания противоположных по смыслу слов, контрастных понятий, образующих новое своеобразное понятие или представление. Например, у Пушкина есть строчки «О, как мучительно тобою счастлив я!» или у Некрасова «Убогая роскошь наряда». Оксюморонами являются названия некоторых произведений художественной литературы, например, «Живой труп», «Оптимистическая трагедия» и другие. Живокость или шпорник, дельфиниум – это род многолетних или однолетних растений семейства лютиковых. Листья пальчато-рассеченные цветки в кистевидных либо метельчатых соцветиях состоят из пяти окрашенных чашелистиков. Довольно крупные, чаще синие, голубые, фиолетовые, реже – желтые, красные или белые. Верхний чашелистик вытянут в длинный шпорец, что дало второе название цветку. Высота стебля у различных видов растения колеблется от 10 сантиметров до 3 метров. Плод состоит из одной или нескольких многосеменных листовок. Семена живокости полевой или сакирки могут использоваться как инсектициды. Многие растения рода живокость – ядовиты. В культуре насчитывается более 200 сортов живокости. Некоторые из них разводят в садах как декоративные. Неразлучники. Неразлучники – это род птиц семейства гладкоязычных попугаев. Длина тела около 15 сантиметров. Вес – 40-60 граммов. Окраска оперения яркая – зеленого, красного, синего и других цветов. Существует несколько видов неразлучников. Они обитают в Африке и на Мадагаскаре. Неразлучники населяют леса, держатся стайками, селятся в чужих гнездах, чаще всего в постройках ткачиков, а также в дуплах деревьев. Пары птиц постоянны, отчего и происходит.